Здравствуйте! Вы находитесь на канале Яркие картины Натальи Ширяевой. Сегодня я вам хочу рассказать полезную информацию по поводу быстрой сушки картин. Однажды я уже излагала ее в видео. Сегодня хочу дополнить, потому что появилась у нас новая информация. Вкратце перечислю возможность, которой можно воспользоваться для просушки быстрых картин. У каждого художника этот вопрос встает рано или поздно. Хорошо, если у вас есть мастерская, а вот если мастерской нет, и вам приходится работать дома и сушить картины дома, можно сказать, не отходя от станка, то тут возникает куча проблем. Как не испортить картину? Она стоит где-то, вы мимо ходите, она может упасть, она может что-то испачкать. Краски сохнут очень долго. Вопрос принудительной сушки картин встает достаточно быстро, если человек профессионально занимается, ну и даже если он занимается периодически, время от времени. У нас опыт был в просушке картин очень разнообразный, очень большой. Картины я пишу большими количествами. Их приходится сушить достаточно быстро, потому что иногда картину покупают, как только я ее вывешу в интернет-магазин. Перебегать приходилось к просушке на солнце. Это летом возможно. Просушки колориферами, дующими. Это дает эффект, но колорифер очень много электричества сжирает. И, конечно, получается себестоимость этой просушки очень дорогостоящая. Даже такой ноу-хау изобретали, как летом клали картину в специальную машину. Когда машина стоит на солнце, в ней становится очень жарко, очень сухо. Картина быстро достаточно сохнет, но понятно, что это только летом. Когда мы жили в Азии, это было тоже актуально. В Таиланде там такая жара, что, в принципе, если картина 2-3 дня полежит в машине, то она высыхает сразу. Вот когда в холодном климате находишься, это, конечно, гораздо сложнее все. Можно, конечно, поставить там к радиатору отопления ее поближе. Но даже, в принципе, просто обдувание вентилятором, оно дает эффект просушки. Просто гораздо более медленной, конечно, чем колорифером. Но самое лучшее средство, которое мы для себя нашли, это, казалось, кварцевый электрообогреватель. Мы такую штуку приобрели в свое время во Вьетнаме, сушили картины там. Параллельно сами грелись. Очень классная штука. Она эффект солнечного излучения создает, инфракрасный. То есть даже на расстоянии 3-х метров ты ее ощущаешь, как будто солнышко на тебя светит в жаркий летний день. Соответственно, и картина сохнет достаточно быстро. И он не очень много электричества потребляет. Меньше, чем колорифер дующий. А эффект в качестве просушки гораздо лучше. Этот обогреватель из Вьетнама мы привезли в Россию. Сушили им картины вот полгода. С марта по сентябрь. Достаточно успешно. Он у нас почти все время работал. У нас есть возможность сушить в отдельные комнаты картины. То есть там всегда жарко из-за этого. В общем, такое хранилище и сушилка одновременно. Ну вот, короче, случилось и несчастье. Перегорели в нем кварцевые лампы. Такого размера ламп здесь мы найти не смогли. И мы прям загрустили, потому что сушить картины нужно. Дующий вот этот вот эффект не такой дает. Гораздо более медленно. Все это еще электричество очень много потребляет. И вот мы вчера приобрели в Леруа Мерлен очень хороший кварцевый обогреватель. Вот от него коробочка. Потом я покажу, как все это в действии происходит. Сушилка. Мне той стороной коробку показывают. Вот такая коробка. Вот так вот он выглядит. Стоил он около 900 рублей. По-моему, 850. Вот. Ну вот написано на нем Цельсия. Но он китайский. Не знаю, сколько он прослужит. В нем тоже две кварцевые лампы, как и в том обогревателе, который у нас был привезен из Вьетнама. Сейчас мы проводим эксперимент. Включили одну лампу и сушим картину уже сутки. Картина долго не досыхала. В ней была краска с маслом разбавлена. И вообще медленно такое всегда сохнет. И вот за ночь она, в принципе, досохла получилась. Сейчас он включен на одну лампу. Идет очень сильный нагрев. В комнате очень тепло. Вообще очень хороший, очень мощный обогреватель. Вообще из всех видов обогревателей. Даже вот масляные у нас были. Куча всяких разных вариантов. Вот эти вот обогреватели больше всего нравятся. И даже просто квартиры. В квартире обстановка сделать более теплой. Сейчас я вам покажу, как это происходит на деле. Вот так осуществляется у нас процесс сушки картины. Вот картина сохнет. Вот обогреватель. Вот это он сам беленький, длинненький. А то, на что он закреплен, это старый как раз кварцевый обогреватель, который мы привезли из Вьетнама. Вот сейчас я покажу вам. Видите, сейчас одна трубочка работает у него. И греет очень-очень жарко. Я ставлю картину где-то на расстоянии от обогревателя сантиметров 45-50. На таком расстоянии она лучше всего и быстрее всего высыхает. Это расстояние безопасно уже для картины. Однако у меня был однажды случай, когда я начнула холст и рулонный лен грунтованный на подрамник и его сушила. И он пошел волнами. Так что вот с леном надо быть поосторожнее. Он вообще достаточно хрупкий, капризный материал. Но вот эта работа на хлопке она нарисована. И с такого расстояния она идеально высохла за ночь. Вот такой вот кварцевый обогреватель. У него есть тут поворотная возможность. То есть его можно поворачивать. Вообще это можно все закрепить на стену. Но мы вот, чтобы быть более мобильными, закрепили его, используя старый обогреватель в качестве подставки. Я очень довольна.